новые рекорды в обменниках президент говорит не обращайте внимания привет дорогие друзья и это будет видео наверное об экономических успехах или прорывах или возможно рывках на фоне того что рубль ушел в очередную несознанку начал пробивать очередное дно преодолел психологические барьеры по доллару за 80 а по евро так вообще доходил до 94 рублей российская валюта под давлением евро на мосбиржу обновил максимум с декабря 2014 и в моменте поднимался выше 94 рублей большеголовые аналитики объясняют это падение факторами на которые россия может повлиять чуть меньше чем вообще никак дескать нефть падает коронавирус новые ограничения вводят плюс еще неопределенность по выборам президента сша но мне кажется как раз с последним фактором здесь совершенно прозрачная определенность мне нравится как на эту ситуацию отреагировали в кремле сначала путин рассказывал про то что вообще на этот курс доллара чего вы обращаете внимание совершенно непонятно чего вам так интересно здесь на мой взгляд важен даже не курс а важна предсказуемая стабильность этого курса и центральному банку вместе с правительством целом также удается это сделать это сделать что сделать направить его по вполне прогнозируемому курсу как на санках с горки примерно так путин попросил игнорировать курс рубля вообще игнорировать в целом эта мысль очень хорошая тем более все для этого сделан с улиц даже убрали табло где отображался курс доллара и евро так что можно совершенно спокойно прогуливаться по улицам не нанося вред своей нервной системе я бы еще чтоб совсем не нервничать еще бы и ценники с товаров поубирал и вот на заправочных станциях ну зачем вам знать сколько стоит бензин без этой же информации ну явно же спокойнее вообще нервничать то какой смысл вообще надо быть спокойнее и иметь всегда запасной план б помните как медведев советовал учителям идти в бизнес а то получится как кусинском метагломерате где сокращают работников металлургии и предложили им пойти фермера почему бы и нет собственно правильно это же смежные области рабочим метагломерата где идут сокращения предложили стать фермерами в кусинском районе 195 работников о метагломерата написали заявление по собственному желанию с предполагаемой даты увольнения до 1 ноября это вообще классный вариант и всегда надо иметь его ввиду вот вчера ты еще работал ветеринаром а потом раз и ты уже бульдозерист или крановщик или скажем портной почему бы нет по словам начальником главного областного управления по труду и занятости владислава смирнова половина сотрудников есть подсобные хозяйства поэтому нужно подключать к этому решению проблемы местных представителей регионального минсельхоза это вполне реальный вариант пусть жители магнитки хотя бы временно поработают фермерских хозяйствах обеспечивая продуктами соседнюю кусу и златоуст добавил он у тебя был подсобный участок так что временно ты будешь фермером правда у нас это временно может затянуться на долгие годы и стать практически постоянным а если у тебя не было подсобного участка если ты в время смотрел футбол тогда что делать а чё делать муравью при делать чё делать в общем подобные предложения по своей адекватности могут соперничать разве с теми предложениями которые получали медицинские работники в период оптимизации помните у нас же совсем недавно медицину оптимизировали перед этой пандемии когда врачам да и младшему медицинскому персоналу предлагали перейти в лифтеры уборщики кладовщики были самые адекватные предложения но это мнение путин высказывал еще до того как рубль покатился вниз а сейчас ситуацию с рублем и долларом соответственно комментирует песков говорящие усы кремля и вы знаете он отреагировал на падение курса рубля вполне спокойно сказал что макро стабильность это не нарушает и вообще все довольно стабильно песков ответил на вопрос о беспокойстве за доллара по 80 напомнил что россия сокращает зависимость от импорта связи с чем изменение курса валют все меньше влияет на цены песков также подчеркнул что подавляющее число россиян получают доходы в рублях вот же интересный человек и где это он нашел сокращение зависимости от импорта что именно мы перестали импортировать и стали производить сами сельскохозяйственную продукцию кое-где еду да наверно но электроника бытовая техника запчасти на машин да и сами машин одежда аксессуары да все буквально вокруг медицинские товары товары первой необходимости все буквально все везется из-за рубежа из ближнего из дальнего неважно и все покупается за валюту которая соответственно теперь стала стоить немножко больше рублей это неизбежно будет приводить к увеличению стоимости где-то немного где-то совсем чуть-чуть а где-то и очень существенно но песков говорит что в макро смысле это в общем-то все стабильно пресс-секретарь президента комментируя курс доллара который превысил 80 рублей заявил что на макро уровне ситуация выглядит абсолютно стабильной да да на макро уровне может быть так все и есть только вот граждане получают на другом уровне я бы даже сказал бы граждане получают на микро уровне им конечно колебания курса тем более в эту сторону конечно будет существенно и вот в такой ситуации привод таких вводных совершенно с полнейшей неопределенностью государственная дума принимает бюджет первом чтении практически бюджет на три года с поправкой на пандемии но с полным выполнением всех обязательств государства перед гражданами госдума приняла в первом чтении проект бюджета страны на ближайшие три года конечно он расписан по годам но идет с прицелом аж до 23 года смысла обсуждать про 22 23 год нет совершенно никакого потому что даже то что написано про год 21 это уже сейчас не соответствует действительности к примеру как они четко сумели сверстать бюджет на год 20 с его прогнозной ценой на нефть в среднем по 57 долларов за барок в реальности это вообще не соответствует действительности также и сейчас когда они выстраивают свои прогнозы на нефть не из реальной картины из своих хотелок да и курс доллара собственно говоря у них значительно занижен хотя в этой ситуации курс наверное играет на руку этим фантазером инфляция то есть рост общего уровня цен просчетом правительства составит 3,7 процента ведь здесь не надо забывать классика чем выше курс рубля тем больше доходы бюджета в этой самой рублевой массе не будем что и называть резаной бумагой продали товар деньги приходят рубля 32 рубля получить а теперь товар продали на рубль а получили 45 доходы бюджета увеличились и даже при всех этих вводных и при всех этих разговорах о том что планируется выход экономики на рост из кризиса это не бюджет роста и не бюджет антикризисных мер это бюджет я не знаю хорошо затянутого ремня это такой бюджет где его секвестр виден просто невооруженным глазом даже по общим доходам и расходам видно что бюджет составлялся в таком унынии а чё вы говорите долой уныние долой уныние всем и взрослым и детям и молодежи долой уныние о чём вы говорите предполагается и дефицит бюджета пусть и небольшой и наращивание государственного долга пусть тоже небольшой и все эти разговоры которые ходили вокруг принятия этого бюджета пусть даже в первом чтении еще без поправок про сокращение и численности вооруженных сил и численности мвд и другие правоохранители тоже будут затронуты этим секвестром предполагается что те значительные трансферты в регионе которые понятное дело обусловлены коронавирусом и срочной необходимостью латать дыры в здравоохранении будут в этом бюджете будут урезаны причем очень сильно что вызовет соответственно наращивание долгов регионам а значит что на местном уровне для того чтобы у региональных властей был этот пресловутый кипи ай хоть на каком-то приемлемом уровне будут резаться местные программы я же говорю бюджет хорошенько затянутых поясов на новую дырочку конечно всю эту ситуацию можно назвать стабильность можно назвать что наши монетарные и финансовые власти они держат ситуацию под контролем по факту же ситуация практически на нее никак не влияют те самые власть можно сказать что они действуют в ситуации просто вынужденными решениями и понятно что ни о каком развитии тем более стремительном развитии ни о каком выходе из кризиса здесь говорить просто нет почвы для подобных разговоров это будет явная стагнация бюджет будет с трудом со скрипом с обрезаниями всего чего можно кое-как верстаться и это еще не известно что нам прилетит после выборов сша может так статься что курс доллара по 80 рублей будет вспоминаться как хочу хороший курс надо было покупать такие вот дела спасибо за просмотр подписывайтесь пишите комментарии пока преодоление последствий пандемии мы должны возвратиться к проектам развития и сосредоточиться на достижение национальных целей главная задача это восстановление и рост реальных доходов населения снижение бедности обеспечение здоровой и комфортной жизни наших людей а советских людей как вปрежиссии гусье-гусье-гусье-меши-меши-меши-мыссе-меши-меши-меши-мыссе-меши-меши-меши-меши-меши. и и и Субтитры создавал DimaTorzok